Субтитры делал DimaTorzok Итак, друзья мои, я как координатор ВИП-школы объявляю начало новой нашей программы, которая связана с работой в области пиар в рамках проекта «Обмен опытом деятельности и перспективы с регионами российскими и другими». И в связи с этим сразу передаю слово руководителям этого проекта Олесе Пестряковой и Евгении Стигновой. Доброе утро! И с большим удовольствием я хотел бы поделиться своим опытом, потому что организация мероприятий – это та любимая вещь, которой я очень люблю заниматься. Итак, у меня будет с вами две встречи, и на этих двух встречах мы пытаемся познакомиться с системой организации мероприятий. На первой встрече я подготовил презентацию, я не знаю, у вас будет возможность ее увидеть у кого-то на рабочих столах, эту презентацию я буду ее перещелкивать. Потом мы еще в PowerPoint-е эту презентацию также можем скинуть вам, и меня попросили подготовить вам домашнее задание. И в конце встречи я готов, рад буду ответить на ваши вопросы, и мы пообщаемся по домашнему заданию, которое вас немножко поможет изучить ту область, в которую я сегодня вас погружу. Итак, если вы готовы, то я готов. Ну что ж, у всех с самого начала есть, конечно же, опыт организации мероприятий. Мероприятия бывают разные, как встретить день рождения, отметить друга, мамы, родственников, так и провести мероприятия с большим количеством людей. Чем больше количеством людей у нас на мероприятии, тем, конечно же, больше организационных всевозможных моментов. И о том, как делать все-таки большое мероприятие, а не маленькое, как день рождения, мы сегодня с вами и поговорим. Так, вот у меня с презентацией, да? Вот, я, по-моему, запустил презентацию. Не видно? А вот сейчас, начать если. Сейчас видно? Вот. Хорошо. Все, презентация видна. Итак, если представить, что такое организация мероприятия визуально, вот я представил вот сейчас вот такой вот список, вот этот ручек, вот эти вопросы, которые мы привыкли решать. Обычно у нас при организации мероприятий мы как делаем? Мы кидаем всех в кучку и начинаем по ходу дела постепенно решать и убирать. Я же сегодня хотел бы вам познакомиться с методом, когда мы, вот у нас есть куча вопросов, мы их в порядок приводим и разбиваем на группы. И за каждую группу в печати у нас определенные, определенная команда людей. А вот эта система, она как раз будет более удобна и более функциональна. И как следует, она будет более эффективна в работе. Итак, с чего же начинается у нас мероприятие? Любовь. Попробую переключить слайд. Вот, видно, да? Слайд второй. Конечно, мы должны определиться с форматом мероприятия. То ли это будет фестиваль, либо танцевальный марафон, может быть, это будет концерт, акция, флешмоб. Формат мероприятия нам нужен для того, чтобы было понятно все нюансы построения данного мероприятия. Конечно же, у любого мероприятия должно быть название. Не просто кинофестиваль, не просто спортивное соревнование, а должен быть адрес, по которому средства массовой информации вас будут, вас запомнят. Нужно название для того, чтобы население смогло легче вас увидеть. Если говорить с точки зрения пиара, именно по названию сейчас как раз употребляются хэштеги. Это вот такая решетка и название мероприятия. И таким образом вам будет легче продвигать мероприятия в социальных сетях. Конечно же, самое важное – это время проведения и место проведения. Это главное, с чего начинается. Особенно большие, массовые, дорогие мероприятия. Потому что если вы нашли меценат или спонсор, который вам обеспечит с местным проведением, то у вас уже, грубо говоря, 50% лишних вопросов уже будут лишены. Конечно же, для организации мероприятия вы должны понимать, с какой целью вы проводите мероприятие. И какие будут решать задачи данное мероприятие. Чтобы пришли средства массовой информации, журналисты, репортеры, корреспонденты. И вам могли четко сказать, ради чего я провожу это мероприятие. Собрать, например, деньги для нуждающихся. Хотим поднять какую-то проблему, если это у нас социальный проект. Поэтому цели и задачи должны быть ясны, понятны организаторам мероприятия. Либо это фандрайзинговое мероприятие, и мы его проводим ради того, чтобы собрать средства для реализации социально значимых продуктов. Либо это мероприятие направлено на привлечение общественности к какой-то проблеме, социальной проблеме. Следующая позиция, с чего мы начинаем, это определение специфики аудитории. На кого мы рассчитываем. Например, если это фандрайзинговое мероприятие, то эффективнее всего его проводить для богатую аудиторию. И таким образом мы формируем бюджет. Бюджет, уже я перехожу на следующую сразу сторону. Бюджет будет формироваться следующим образом. Это, если брать 100%, бюджет мероприятия это 100%, то вам нужна ваша будет заявка в 300-400% вы должны заработать на мероприятии. Это как минимум. Грубо говоря, если вы хотите заработать 1 миллион, то у вас бюджет минимум будет 100 тысяч. Это минимум. И вы из этого должны расходить и составлять спонсорский пакет. Но об этом мы поговорим. Итак, аудитория ясна, смета составлена бюджет ясен. Следующее, вы должны распределить ответственных. Кто что будет делать и желательно распределить функционал. Делегировать весь круг вопросов, кто за что будет отвечать. Затем мы сами проводим мероприятие. И ключевая фраза, которую меня, по крайней мере, мои учителя учили, нам важно не само мероприятие. Нам важно, как мы к нему готовились, как население ждало это мероприятие. И второй фактор при организации мероприятия, нам важно последствия этого мероприятия. Нам важно, что об этом будут говорить. Конечно же, не все мероприятия происходят гладко. Нам важно, чтобы с информацией зрители не видели никаких колкостей, не видели шероха, чтобы они все вышли позитивные, заряженные, жизнерадостные. И поэтому завершающий этап – это мы должны продумать анализ мероприятия, отчетность перед спонсорами, перед меценаторами, инвесторами данного мероприятия и отчетность перед средствами массовой информации. Вот это основной план, по которому мы сегодня на нашем первом мероприятии, нашей первой встрече и поговорим коротенько. И к нему будет у нас связано еще домашнее задание. Об этом я поговорю чуть-чуть позже. Итак, двигаемся дальше. С чего мы же определяем наше задание, наше мероприятие? Конечно же, с идеей. Вот здесь на слайде написана вот такая фраза, может быть, два подхода к идее мероприятия. Либо это идея, ради чего создается основная мысль, основной вывод, либо это большая идея. Вот второй вариант мне больше нравится. Это то есть идея, ради которой могут последовать миллионы. То есть, почему вы проводите фестиваль, например, кинофестиваль? Какой он может быть кинофестиваль? Без барьеров, может быть, которым вот проводят перспектива. Может быть, это будет кинофестиваль без барьеров по определенной тематике. Например, по людям с интеллектуальной инвалидностью, либо с задержкой в развитии. То есть, мы можем определить какую-то специфику подбора киноматериала, либо задать какой-то вектор через название. То есть, идея – это та вещь, на которой, то есть, скелет, на которой будет держаться вся философия подготовки мероприятия. Весь смысловой, текстовой, вся философия, весь текст будет у нас на этом строиться. Итак, первое задание, которое вы получите в домашнем задании – это провести мозговой штурм и придумать две идеи вашего мероприятия. Там у вас будет в домашнем задании таблица отцена домашнего задания, и, конечно же, необходимые пять шагов выбора идеи. Итак, допустим, что у вас уже идея ясна, мы знаем, какое интересное мероприятие у нас будет. Я очень люблю такое выражение, в чем же фишка, в чем вкуснота вашего мероприятия, которая бы зацепилась на массу информации. Вот как раз мы должны, когда выбираем идеи, мы должны ключевой вопрос ее поставить, почему средства массовой информации придут на наши мероприятия. Итак, двигаемся дальше. Итак, с чего же мы начинаем, с какой целью мы проводим? Я вот для себя сделал вот такую формулу. Бывают просто мероприятия, в которых есть творчество, есть результат, то есть прошел у нас какой-то концерт. А бывают событийные мероприятия, которые отличаются уникальностью и актуальностью данного подхода к организации мероприятий. Очень часто встречается вот такая вещь, особенно в вузах проводят, либо маленькие компании, когда на мероприятия приходят как и организаторы, и участники. И об этом мероприятии знает непосредственно вот этот только узкий круг людей. Но мы же стремимся, так как мы являемся представителями НКО, и наша задача все-таки социально ориентировать любое мероприятие. Наша ключевая задача – привлечь через мероприятия общественности к любой проблеме. Поэтому я хотел бы, чтобы мы учились делать событийные мероприятия. Что значит событийные мероприятия? Значит, мы должны выбрать как раз круг, это миллион, которые бы узнали о нашем мероприятии. Это значит, мы обязательно должны привлечь средства массовой информации, значит, мы должны такую идею придумать, которая бы их зацепила. Мы должны обязательно подумать о том, почему зрители придут на это мероприятие, помимо организаторов и участников. Мы должны подумать и проработать по вопросу, кто будет заниматься поиском зрителей, кто будет заниматься тем, что будет массовое мероприятие. И использовать друг, помимо того, что личного участия в данном мероприятии видел. Можно же еще посмотреть в записи, как проходило мероприятие, можно устроить онлайн-трансляцию, как у нас сегодня проходит тоже онлайн-трансляция. Так, вот примерно этим и отличаются у нас обычные мероприятия от событийных мероприятий. Поэтому, если вы хотите провести просто день рождения, если вы хотите провести мероприятие внутри своей организации, то есть какой это день рождения, это все хорошо, все замечательно. Но, если вы хотите на мероприятии, плохое слово скажу, то есть инвест, привлечь спонсоров, то мы должны учиться, и сегодня у нас будет первое задание, когда мы будем учиться организовывать все-таки событийные мероприятия, чтобы оно стало информационным поводом. Как добиться этого, мы уже начали говорить от поиска идеи. Есть идея, хорошая, интересная, вкусная, значит будет у нас все успешно. Двигаемся дальше. Следующий сайт. За время работы и организации мероприятий я выработал следующую вот такую схему. 6, 3 и 1 месяц подготовки. Как сказал Юдашкин, чтобы пошить хороший костюм, нужно полгода. Так вот, мероприятие, подготовка к мероприятию не хуже пошива любого костюма, платья. Поэтому любое мероприятие, если мы хотим хорошо, хорошо, да, и качественно, мы должны, меня не слышно тут пишут, да, или слышно? Так, кто-нибудь мне скажет, слышно или не слышно? Все окей пишут. Хорошо, продолжаю. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас прошло мероприятие хорошо, мы должны уже начинать его готовить за годы. То есть вы видите первую стрелку под названием 6, цифра 6. Что мы за полгода, мы должны придумать и наше мероприятие, и составить план. А также продумать, какую проблему будет решать наше мероприятие, географию сроки, цели задачи, целевую аудиторию, механизм реализации, календарный план составить. Вот, то есть за полгода мы решаем глобальные вопросы, и у нас должно быть за полгода четкое представление. И обычно это будут у нас команды из 4-5 человек. Об этом о команде 4-5 человек я немножко попозже поговорю. Сейчас я хотел бы, чтобы мы представили вот эту карту и схему, заключающуюся от этапов. Итак, за полгода мы представляем, что мы хотим сделать мероприятие. У нас должны быть следующий набор, который вы видите на слайде, мероприятие. Мы его садимся, проводим орбосовещание и начинаем думать и спокойно, не спеша, начинаем придумывать цель, задачи, календарный график составлять, как у нас будет проходить мероприятие. За три месяца, за квартал, но желательно даже за команду, то есть помимо 4-х человек, у нас уже, помимо 4-х человек, мы думать, как же будет у нас, кто же будет выполнять какие-то функции. Мы распределяем обязанности. Итак, за полгода у нас уже должен быть сформирована команда, помимо 4-х человек, это указывает своя команда, то, что будет делать. А также мы должны понимать бюджет, во сколько нам обойдется мероприятие. И тут мы уже вплотную к трём месяцам ведём работу со спонсорами. Мы должны представлять чётко, что нам нужно для мероприятия. Это кофе, это звук, сцена, это свет, это костюмы, это оплата гонорара артистам, например, либо не надо оплачивать. Мы чётко представляем уже за три месяца, что нам нужно просить от спонсоров. Потому что спонсоры, они делятся на два вида. Те, которые мы могут перечислить деньги безналичным расчётом, и вы можете таким образом оплатить какие-то части издержек своего мероприятия. Но зачастую, чаще всего, как практика показывает, бартерам некоторые цветочные магазины предлагают свои услуги в качестве цветочной продукции. У вас будет мероприятие, где будут красивые цветы. Многие ивент-агентства могут дать свои какие-то услуги, оформление шарами, тканью, драпировкой. То есть о ресурсах мы ещё поговорим чуть больше, когда у нас будет слайд по фандрайзингу. То есть за три месяца у нас уже чётко, повторюсь, чётко сформирована команда, чётко сформирована команда, и мы знаем, во сколько обойдётся наше мероприятие. За полгода мы начинаем работу также со штабом волонтёров. Что это значит со штабом волонтёров? Это значит, помимо самих сотрудников, которые будут привлечены, которые будут постоянно с этим работать, мы набираем команду людей, которые будут привлечены на само мероприятие. И за три месяца мы начинаем тренинги для волонтёров, которые будут. Более подробно о штабе волонтёров я в следующем слайде скажу. Ну и за месяц до проведения мероприятия мы уже занимаемся плотной организацией и проведением. У нас есть уже готовый сценарный план со сценарием, мы занимаемся непосредственно пиаром, то есть можно провести пресс-конференцию о том, что вот у нас уже всё готово, и через месяц нас ждёт замечательное мероприятие, которое мы так долго готовили, о котором так много уже говорят. То есть другие всевозможные, подключаем технологии, как записываем известных артистов, которые придут на данное мероприятие, я их ещё называю свадебных генералов, которые будут медийными магнитами для средств массовой информации. Это могут быть чиновники, которые придут туда, например, если к вам на мероприятие придёт, например, Владимир Владимирович Путин, всем прекрасно понятно, что от средств массовой информации от агентств различных у вас отбоя не будет. Поэтому подумайте в своём регионе, кого же интересно будет пригласить. В рамках контекста, конечно же, вашего мероприятия, в рамках того, что вы будете проводить. Поэтому за месяц у вас должны быть уже проанализированы все ошибки, все риски, вы должны уже за месяц готовить отчётность по спонсорам и должны подумать о том, что будет дальше после мероприятия, уже за месяц у вас должно быть представление. Например, это у вас разовое мероприятие, либо оно уже станет традиционным. Возможно, нужно проработать вопрос со спонсорами, за месяц вы должны понять, и так проработать вопрос со своими партнёрами мероприятия, чтобы было ясно, что у нас будет в дальнейшем. Кстати, очень тяжело проводить самостоятельно какой-либо некоммерческой организации данное мероприятие. Гораздо удобнее и эффективнее проводить вместе с ивент-агентствами, какими-то крупными, либо другими какими-то компаниями. Например, если вы хотите провести танцевальный фестиваль, конечно же, взять... Очень просто... Можно просто взять и пригласить школу танцев, которая поможет вам организовать, пригласить мастеров, и будет гораздо эффективнее работать. Итак, по этому слайду у меня вот всё. Двигаемся дальше. Я не быстро говорю. Время мало, информации много, охота сказать гораздо больше. Итак, принципы, которыми мы будем работать, есть правило. Правило самое главное, которое при организации мероприятий, оно вот у вас на картинке, надеюсь, вы его видите. Правило 2 из 3. По нему работают все ивент-менеджеры, и оно очень просто гласит. Можно выбрать 2 из 3. Например, можно сделать быстро и дёшево, но не качественно. Можно сделать быстро и качественно, но не дёшево. Можно сделать дёшево, качественно, но не быстро. Поэтому, вернусь к тому самому мероприятию, лучше готовиться за 6 месяцев, чтобы сделать дёшево, качественно, поэтому надо готовиться гораздо, гораздо дольше. Чем вы дольше готовитесь, тем больше у вас вероятность, что вы найдёте средства для реализации данного мероприятия, тем больше вы привлечёте ресурсов для вашего мероприятия. По ресурсам, которые вы можете поговорить, мы поговорим вот в следующем нашем слайде. Ой, и он у нас будет чуть попозже. А теперь поговорим о цели мероприятия. Зачастую к организаторам, когда мы всё-таки готовимся к событийным мероприятиям, вы должны выбрать человека, а лучше двух, а лучше трёх, которые смогут ответить на все организационные вопросы, как проходит мероприятие, для чего оно проходит мероприятие. Поэтому вы должны понимать, я уже говорил об этом, какую цель добиваетесь через ваше мероприятие, какие задачи будет решать ваше мероприятие. Итак, смотрите, что у нас получается. Вот эту картинку, я её называю «мишень», это цель вашего мероприятия. Вот так. Я вот тут мне подсказываю, на что сделать акценты. Я почитал, сейчас переориентируюсь немножко. Итак, смотрите, что такое цель мероприятия. Вот видите, перед собой мишень, пересечение две линии. Это вот цель, к чему вы должны стремиться. Она должна быть, вот если говорить по смарту, конкретно и определённая, измеримая, достижимая, соответствующая контекст и привязанная к какому-то интервалу. То есть мы мероприятие проводим в конкретной дату, то есть привязанное к интервалу. Оно у нас лимитировано по времени, по сталькиту, по сталькиту. Оно у нас измеримо, то есть количеством артистов, либо количество привлекаемых средств. И должна у нас быть достижима, например, реально ли собрать столько средств через данное мероприятие. Реально ли привлечь такое количество людей, населения к данному мероприятию, чтобы оно получило широкую огласку. Итак, уважаемые друзья, что такое цель? Это вы должны представлять вот такую картинку пересечения двух линий. А вот круги, которые вокруг этой точки, которая посередине, это задачи, которые необходимо вам сформировать и достигнуть. Например, мне нужно отметить день рождения 26 марта, пригласив 25 человек в ресторан в Манхэттен. Конкретно, измеримо, количество людей определимо и она привязана к конкретной точке. Какие задачи я ставлю для достижения данной цели? То есть мне нужно договориться с местом проведения, организовать место проведения, продумать программу и пригласить людей. Все. Эти задачи у меня если три выполнены, необходимые достаточно условия у нас есть, я могу организовать данное мероприятие, то есть достигну данную цель. Вот. У вас примерно, подробно будут примеры в домашнем задании, вы можете уже это прочитать в файле вордовском, который вы увидите. Итак, при организации мероприятия мы управляем разными проектами. Помимо того, чему вы уже привыкли делать, есть вот такая структура, чтобы вы всегда, вот желательно вот эту картинку, вы всегда распечатали и видели перед глазами. и всегда смотрели ее как на шпаргалку. По крайней мере, она у меня всегда висит перед собой, когда я организовываю какие-либо фестивали, конкурсы, либо профильные мены. Например, у каждого мероприятия должно быть свое содержание, наполнение. Чем оно будет наполнено? Должен кто-то этим заниматься? Мы этим, конечно же, самостоятельно управляем. У многих наверняка есть опыт написания сценариев. Если нет опыта, то мы приглашаем кого-то стороннего человека. Сегодня же есть два варианта. Либо вы самостоятельно занимаетесь содержанием мероприятия, либо вы приглашаете. Таким образом, вы управляете процессом, отсюда есть свои сложности. Если вы самостоятельно, вы тратите свое личное время. Это ваш тайм-менеджмент. Если вы занимаете или просите кого-то стороннего человека, то вы должны контролировать этот процесс. Например, в сценарии были учтены все нюансы. Информация о спонсорах, партнерах, соорганизаторах, в которых с вами они участвуют. Обязательно, чтобы в сценарии была поднята проблема, которую вы будете решать в данном мероприятии. На следующем мероприятии мы полностью разберем композицию мероприятия и там детально я вам расскажу какие-то фишки, какие-то нюансы, как это можно сделать интересно, вкусно и доходчиво. Следующий механизм, которым мы управляем, конечно же, сроками. У нас есть дедлайны по печати, по полиграфии, есть дедлайны по работе с артистами, есть вещи, которые мы должны ориентироваться по срокам. То есть самое главное в управлении процессом сроков что есть? У вас должны быть определены совещания, на которых будут 4 или 2 человека либо 1, то есть команда, которую вы организовываете, то есть дата этих совещаний, на которых вы будете работать и определять, что сделано, что не сделано, что мы успели сделать. Таким образом вы будете оптимизировать процесс своей подготовки. Это если у вас 2 человека либо 1 человек, у вас должен быть график, к какому времени что сделать. В домашнем задании у вас будет более пояснена картинка, это называется график работы по вехам. То есть к какому числу у вас должна быть полиграфия, к какому числу у вас должны быть написаны сценарии. Вот такие нюансы, они у вас примерно должны быть определены, мы их называем дедлайны. К какому сроку у вас должны быть приглашены средства массовой информации, рассылка, пресс-релизы. Сформирован штаб волонтеров, к какому сроку. Их называют вехами в проектном менеджменте, поэтому вот ими нужно работать, с этими сроками нужно работать. Домашнее задание вы прочитаете, мы его будем еще к конце моего спича разбирать. Конечно же, самый главный процесс, которым мы управляем, это затраты. Это работа с бюджетом, это работа со сметами. Изначально, когда мы приняли решение, что нам нужно делать мероприятие, мы начинаем детальную работу, просчитываем смету. Каким образом мы просчитываем смету? Мы просчитываем полностью, сколько что стоит. И делим еще такие два столбца. Сколько мы оплачиваем сами, сколько нам нужно найти на это средств, ресурсов сторонних, сколько нам нужно привлечь денег. В итоге у вас будет в конце, после проработки такой вашей сметы затрат, будет смета, сколько вам нужно провести мероприятие. Отсюда у вас будет спонсорский пакет. О спонсорском пакете я вам поговорю немножко попозже, по фондразинку. Но затратами у вас должен быть человек, который будет вести это и заниматься. То есть здесь нужно будет по этой девятке распределить обязанности, кто что контролирует, кто чем будет управлять. Следующее это риски. Это тоже задание будет у вас в файле домашней подготовки. Вы должны выработать сильные, какие у вас есть сильные слабые стороны, какие у вас есть угрозы, какие риски. Желательно их взять, проработать, там есть матрица рисков, вы ее прорабатываете и смотрите, какие у вас могут быть опасения. Например, вовремя вас подрядчики не обеспечат полиграфией могут, а для вашего мероприятия это очень важно. Либо если мы проводим кинофестиваль, например, нам поздно прислали кино на этот фестиваль, а нам нужно подготовить субтитры либо сделать синхроперевод к данному материалу. У вас должны быть сроки горят, железные, вы должны проговаривать с подрядчиком, кто вам будет обеспечивать это, чтобы было все в срок. И вы заранее должны думать, а что будете делать на мероприятии, если все-таки подрядчик вас подвел. Вы всегда должны прорабатывать два варианта. Наилучший вариант и наилучший вариант. Вопрос с персоналом. Управление персоналом. Что это такое? Это те сотрудники, которые у вас есть в компании, но зачастую у вас еще нету как правило дополнительных человеческих ресурсов. И вы будете привлекать волонтеров. Очень эффективно работать с волонтерскими центрами. Сейчас они по всей России есть. Вы от вас от организаторов можно продумать функционал. И мы на следующем мероприятии будем думать я разберу с вами функционал возможный функционал штаба волонтеров. Должен быть человек, который будет заниматься с волонтерами. И таким образом у вас будут сторонние люди, которые будут безвозмездно работать на мероприятии, фотографировать, брать интервью, заниматься монтажом, демонтажом мероприятия, работать на сцене, то есть встречать гостей, провожать гостей, работать с джюри, ездить на машине. Команда огромная, может быть, волонтеров. Как вдохновить таких людей на работу, мы поговорим на следующем мероприятии более детально, потому что работа с волонтерами, со штабом волонтеров, как их привлечь, это для НКО, это, мне кажется, самое важное, что может быть. Итак, заинтересованными сторонами, что это такое? Это привлечение партнеров, как я уже говорил, один в поле не воин, и зачастую нам нужно приглашать либо ивент-агенцию, которая будет с организатором, и через это мероприятие она себя прорекламирует и раскрутит, и там вам будет легче, всего вы будете просто контролировать и подсказывать, что как делать. Либо это будет какой-нибудь какая-то компания по услугам, например, школа танцев, я уже давал, либо это будет союз кинематографистов, который вам поможет и станет вашим соорганизатором, либо это будет крупный инвестор, который вложит огромную сумму, и этот продукт ваше мероприятие станет его брендовым для того, чтобы раскрутить свое имя или социально показать свою социальную ответственность перед населением, перед своими клиентами. Поэтому вы должны продумать, с какими госструктурами, частными компаниями, частными лицами, либо коммерческими компаниями вам выгодно работать. Я более подробно в плане фандрайзинга расскажу, а сейчас просто хотел бы сказать, что есть технологии, как я, например, работаю. Я смотрю, какие мероприятия уже были социальные проводились и смотрю, кто у них был спонсором. Таким образом я уже знаю, какие компании откликаются на такие мероприятия. Кстати, это мне подсказала Евгения Стивнова. Следующий момент, механизм управления поставками. Я уже говорил по срокам, то есть любые поставки, они привязаны к дедлайнам. У поставок должна быть проверка качественно, качество. Здесь должен быть механизм контроля. Тут работа команды по поставкам должна быть в плане того, чтобы всегда собирать информацию. Когда, тем более, большая команда организовывает мероприятие, то необходимо собирать информацию со всеми, консультироваться со всеми. Должен быть механизм, отлаженный по, например, утверждению макетов, чтобы, например, на макете афиши мероприятия были все спонсоры. Если у вас спонсорами несколько людей занимаются, чтобы логотипы были у всех и вся. Вот. Ну, по качеству я уже тоже сказал, затронул, и обменом информации. Это, наверное, может быть, самое важное, потому что я буду говорить и всегда говорю, что мы делаем событийные мероприятия, и мы через наши мероприятия сообщаем населению о какой-то проблеме. Мы привлекаем население какой-то проблеме посредством социальных сетей, посредством пресс-конференций, посредством видеороликов, которые приурочены к данному мероприятию. Все это поднимает ажиотаж вокруг мероприятия. Итак, самое главное до мероприятия это ажиотаж. Но, слово, я думаю, вам всем знакомо, ажиотаж это значит, чтобы спрос превышал предложение. Чтобы у вас было гораздо больше людей, которые придут. Если мы занимаемся продажей билетов на мероприятии, и это является нашим основным доходным средством, то есть фандрайзинговым средством, то мы должны продумать такую вещь, все равно какие-то пригласительные билеты без места, которые будут продаваться, и приглашать. Потому что иногда бывает такое, что людей приходит мало. Мы на мероприятии покупаем билеты гораздо меньше людей, но вложено очень много сил и усилий, и артистам при пустом зале достаточно неудобно, некомфортно выступать. Поэтому, чтобы этого не допустить, помимо продажи билетов на само мероприятие, зачастую практикуется приглашение 30-ти, иногда 50-ти, 60-ти процентов пригласительных билетов без места. Иногда это даже 100%, потому что бесплатно, как правило, люди, которые получают приглашения бесплатные, они не идут. Поэтому нужно это учитывать, но так как это пригласительное место, было приглашение без места, то они сразу об этом предупреждены. И я уже говорил об этом, что должны люди отдельно заниматься, это волонтер, который будет думать и работать над этим, он будет сидеть в контакте, об этом все время думать, делать всевозможные социологические опросы, привлекать к этому мероприятию разным способом. Вот такими процессами, в основном при организации и подготовке к мероприятию, мы с вами должны всегда помнить и ими всегда управлять. И этим, вот этот круг вопросов, который обсуждается на любой планерке, при организации любого большого, важного мероприятия. Итак, поехали дальше. Вот теперь моя любимая статья. Цикл фандрайзинга. Но здесь я начну с того, вот про этот слайд рассказывать, того, что мы ищем в первую очередь не деньги. Если вы изначально хотите искать денег, то у вас скорее всего получится, но маловероятно. Поэтому вам нужно искать ресурсы. Ресурсы бывают человеческие, это волонтеры, я уже говорил прежде всего, это административный ресурс, это когда вы опрощаетесь, например, в госструктуру, например, у нас в Москве департамент культуры есть, и он вам уделяет бесплатно для проведения мероприятия площадку со звуком, со светом, и таким образом вы задействовали административный ресурс. Чем раньше вы подключите его, тем будет эффективней вы его, то есть меньше вам будет головной боли с подготовкой к данному мероприятию. Следующий ресурс, это финансовый ресурс, но здесь вам нужно думать о бартерном вещи, например, вам какая-то компания даст сертификаты на мероприятия бесплатные, например, вот проект Best Buddies, друзья, поддерживает такие мероприятия, как, например, театр, танцы, ау, духовой, Тодес, кара, фильм поддерживает, то есть те компании, которые могут дать какие-нибудь вещи, которые могут привлечь внимание. Старайтесь проработать вот с такими компаниями, которые вам могут дать сертификаты, бесплатные билеты или что-либо. Но как с этим лучше всего работать? При проведении мероприятий, если у вас есть такие уже маленькие, вот за 6 месяцев вам появился вот такой партнер мероприятия и дал какие-то бесплатные билеты, по-молодежному говоря, каляву, вы проведите какие-нибудь акции, кто больше всего проведет, например, репостов вашего мероприятия за неделю, тот получит бесплатные билеты, например, в кино. Кто больше проведет, вы проводите, например, фото флешмоб, фотографируется там с названием, с афишей этого мероприятия, вот, также проводит какое-то мероприятие. То есть вы проводите параллельно уже событий, пиар мероприятий, которые будут уже направлены на то, чтобы разреклама планировать, можно больше привлечь, и все время нужно мотивировать людей, населения, чтобы они активно ввлечались в рекламный процесс, в освещение того, что будет в вашем мероприятии очень интересно и значимо. И для этого у вас есть маленькие призы и подарки, с которыми вы работаете не на самом мероприятии, раздаете, а до мероприятия. То есть за 3 месяца вы можете начинать уже работать и готовить привлекательные мероприятия. Если за полгода то можно, то если у вас есть такие ресурсы, как вот, например, и опыт большой, как и Евгения Стефанова, они там уже сразу вешивают баннеры рекламные, они приключают всевозможные информационные агентства, они начинают уже за полгода рекламировать большие крупные мероприятия, которые проводят перспектива. Вот. Если у вас его нету, то за 3 месяца вы можете сделать упор, найти волонтера, который будет работать социальными сетями, проводить всевозможные такие рекламы в социальных сетях. Итак, повторюсь, человеческий ресурс, потом административный ресурс и экономический ресурс, материальный ресурс, мы его назовем. Вот эти ресурсы, которые вы будете привлекать в качестве фандрайзинга. С чего у вас начинается работа по фандрайзингу? У вас есть мероприятие, вы составили бюджет мероприятия, у вас есть бизнес-план, как оно должно успешно пройти ваше мероприятие, которое будет очень много отликов иметь среди зрителей, среди журналистов, которые придут на это мероприятие. Поэтому вы должны оценить свои патристики. Что вам нужно для этого? Написать продукты, я уже говорил, в смете указывать, что вы самостоятельно не можете найти, что нужно привлекать. Какие-то есть госструктуры, которые вам могут помочь, помимо воргзала, могут помочь кулерами для воды, могут помочь еще чем-либо, другими материальными ресурсами, которые вам необходимы для этого. Например, транспортом могут они помочь. Следующий, выбор потенциальных источников, спонсоров, доноров и месторов. Я уже говорил, что помимо спонсоров у вас могут быть партнеры, соорганизаторы, могут быть частные лица, физические лица. Здесь вы должны понять, каким способом вы будете собирать средства для реализации социально значимых проектов, для лечения какого-либо ребенка, для оплаты курса реабилитации, например. То есть способов, технологий очень много, но самое главное, что вы должны их четко прописать, посредством чего вы собираетесь, и прописать план по датам, какому сроку, сколько вы можете сделать. У вас есть даты по срокам, когда вам нужна полиграфия, у вас денег нету, как вы должны поработать со спонсорами, чтобы появились эти средства, чтобы у вас в итоге появилась и полиграфия вовремя, и вовремя появилась, например, канцелярка, вовремя появилась реклама в городе, о том, чтобы население о вас узнало. Подключиться, например, информирование вузы, школы, это можно сделать через госструктуры и через студенческие либо школьные органы самоуправления, они охотно вешают, распространяют афишу, приглашают, и некоторые даже самостоятельно снимают рекламу и уже подключаются к данному мероприятию. Итак, по потенциальным источникам я уже говорил, что вы смотрите, как еще можно искать, берете газеты, берете журналы, следите за новостями, смотрите, какие мероприятия социальные поддерживали, какие компании, под эгидой какой госструктуры проходили такие мероприятия, и потом находите контакт, интернет вам в помощь, и спокойно выходите на социально ориентированный бизнес. Помимо этого, вот таких источников вы можете под свое мероприятие социально значимое написать грант, либо в фондах, которые есть, например, фонда у Потанина, фонда у Прохорова, других больших крупных компаний, у которых есть отделы социальной ответственности, вы можете написать заявку на грант, где вы укажете свои цели, задачи, мероприятия, что вы хотите достигнуть, куда пойдут средства, которые вам нужны, либо вам нужны средства только для проведения мероприятия, вы хотите через мероприятие поднять какую-то социальную проблему, вы заполняете грант, то есть еще один потенциальный источник, это грантовая деятельность, здесь должен быть человек, который умеет работать с документами, это может быть человек, который зайдет в ютубе, посмотрит всевозможные видеоматериалы, их сейчас достаточно, по грантовой деятельности, он может обратиться в всевозможные госструктуры, в госструктурах весят гранты, на социально ориентируются, социально проблематикам, в каждом районе, у каждого депутата есть такая вещь, когда он может это сделать, депутаты, зачастую, у которых был когда-то бизнес, они также открыты и вещи, я уже называю генерал, вот депутат, кстати, он также может быть свадебным генералом, который может быть и привлечь деньги, и привлечь кучу спонсоров, поэтому идите через друзей, присылайте всем своим друзьям информацию, что вам нужны, нужно конкретно, например, звук, нужен свет, у меня были случаи, когда подрядчик, например, подвел нас, и за 5 дней до мероприятия у нас не было звука, вот, а звук обходился в полмиллиона рублей, мы обзвонили всех друзей, всех знакомых, в итоге мы нашли подрядчика, который нам поставил звук на полмиллиона, но мы оплатили ему всего 55 тысяч, вот, при том, что мы еще нашли там мецената, который выделил эти 55 тысяч, поэтому, если у вас есть какие-то, вы работаете по планам подготовки мероприятий, видите, что что-то не успеваете, активнее подключайте своих друзей и знакомых, это самый эффективный метод поиска средств для вашего мероприятия. Следующий этап, вот, цель этого у меня отвезет, да, вот, проведение конкретных мероприятий по привлечению конкретных ресурсов, то есть, частично я уже об этом сказал, то есть, это реклама будет говорить о том, что у вас будет проходить мероприятие, и самое главное, что такое пандрайзинг, да, если вот говорить опыт иностранный уже, да, он пишется в простонародье буквами ФР, это очень похоже на аббревиатуру связи с общественностью, ПР, поэтому очень две тесно связи, PR мероприятие и ФР, пандрайзинг мероприятие. Почему? Потому что через данное мероприятие компании, они будут заинтересованы в своей рекламе. Что вы можете предложить? Здесь, вот, по проведению, по привлечению конкретных мероприятий, вы должны задаться своим вопросом, чем вы будете полезны данному меценату, данному инвестору в вашем мероприятии. Что вы предлагаете взамен? Во-первых, это традиционно вы можете предложить текст о компании со сцены, это баннер на вашем сайте, логотип компании, спонсора, партнера, друга, зачастую, это информация о логотипе и о компании в зависимости от спонсорского пакета, это в раздаточной печатной полиграфии, которая она будет. Здесь же у вас должно быть четко сформулировано понимание о том, насколько вам важен этот партнер, сколько он вам дает денег. И здесь мы должны затронуть такую вещь очень интересную, как под названием спонсорский пакет. есть компании, которые, например, вам дадут полиграфию, вы должны просчитать и уже продумать, они дают полиграфию на какую сумму. Есть компании, которые будут обслуживать вам китеринг, обслуживать, дают бесплатное питание на мероприятии, всякие снеки, покушать, поесть, воду, дают, тоже просчитать на какую сумму они дают. Таким образом, вы будете пойти по спонсорскому мандарингу. Отсюда, вот при начале мероприятия, у вас будет тяжело составить спонсорский пакет, а потом вы можете попробовать, но это отдельная, честно говоря, тема по фондрайзингу, но все равно я заострю при организации мероприятий. Вы попробуете продавать спонсорский пакет. Это значит, может быть у вас генеральный партнер мероприятия, который выделил 1 миллион, то есть стоимость такого генерального партнера обходится на 1 миллион рублей. Он перечисляет эти средства на вашу компанию, либо он на 1 миллион оплачивает все мероприятия, то есть тут два подхода. Вы приглашение обязательно подписывайте договоренности, что он будет генеральным партнером на основании таких-то услуг, что вы ему представляете. Его логотип будет самым крупным, он будет везде. Таких могут быть два. Главное, чтобы не конфликтующих эти были два генеральных партнера, например, Билайн и Мегафон. Они просто не сомнят. То есть тут нужно думать, кого приглашать и что делать. Может быть официальный партнер, то есть он чуть-чуть меньше дает денег, но он также появляется на всех полиграфии, но чуть-чуть меньше размер его логотипа. Может быть информационный партнер, генеральный информационный партнер, который на определенную сумму, вы должны просчитать, на какую сумму он дает рекламу, чтобы именоваться генеральным партнером. А может быть просто не генеральный информационный партнер, а просто информационный партнер, который обеспечивает вам освещение того, что будет мероприятие. Что делает информационный партнер? Он проводит серию встреч на, например, радиостанции о том, как готовить мероприятие, о том, какие звезды будут на этом мероприятии, они приходят на радиостанцию и дают интервью. Желательно вот такие серии информационных делать за месяц, за две недели более активно, Потому что, как правило, люди, которые могли бы прийти на ваше мероприятие, они планируют свое свободное время. Вот таким же образом поступают и редакторы средств массовой информации, они планируют свой график эфира, они планируют свою рекламную сетку, и таким образом вам нужно продумать то, что может вам дать и каким партнером в вашем мероприятии может быть. Подытожим. Генеральный партнер может быть просто партнером мероприятия. Может быть генеральный информационный партнер может быть просто информационный партнером мероприятия. Следующее. Оценка результатов. Это вот я уже об этом начал говорить. Кто сколько дает, кто может называться каким спонсором, партнером вашего мероприятия, какой вклад он вложил. Оценка результатов вы всегда строите. Например, повторюсь, по результатам, по ресурсам. Человеческих ресурсов кто это дал, это, например, штаб волонтеров города Казани, под названием «Мы первые», условно. Они выделили волонтеров 200 человек, поэтому они могут являться генеральным партнером данного мероприятия. За счет средств человеческого ресурса вы только все организовывали. Либо вы задействовали, например, государственный административный ресурс, у вас, например, ДК стало местом проведения, сотрудники ДК у вас помогали в организации проведения мероприятий, они у вас являются генеральным партнером мероприятия. Это административный ресурс, это, например, материальный ресурс, это, например, вы работали с адспонсором, который стал вас генеральным, либо он перечислил вам наличкой ваш расчетный счет, либо вас они поддержали и оплачивали все ваши счета на определенную сумму. Это ваш генеральный партнер мероприятия, либо партнер мероприятия. И потом опять, заметьте, это цикл фандрайзинга. Вы все время работаете и смотрите, что вам еще не хватает, что есть, что купили, и опять возвращаетесь к оценке своих потребностей по мероприятию. Вот так вот мы готовимся примерно по механизму фандрайзинга. Это, конечно, очень скупо я рассказал, но более-менее, я надеюсь, вам будет ясно. В вордовском файле, который вы сегодня получите, там будет несколько интересных вещей по фандрайзингу, по тому, как проработать, проанализировать, составить смету. Они там будут, у вас будет возможность их проработать, задать вопросы, и в следующую встречу я как раз начну отвечать в том, как вы проработаете домашнее задание. Вот. И следующая ключевая вещь, мы приходим уже к завершению. Я, наверное, уже много болтаю, но время очень терпит. Итак, за время работы и читая кучу книжек и работы на различных международных всероссийских проектах, мы выработали такую систему. Мы выработали, и система уже выработалась, потому что есть целое направление, называется оно event management. И его event management вообще преподают за рубежом отдельной специальности, получают высшее образование. В том числе я получил в свое время тоже не высшее образование, а прошел курсы в повышении квалификации. Итак, любое мероприятие делится на четыре составляющие. Это администрирование мероприятия, это группа людей, которые занимаются за организацию и проведение. Это те люди, на которым держатся все либо. Следующий, это старший администратор, это секретарь жюри, это встречающие випов, это курьеры, костюмеры, ответственные за гримерки, волонтеры. Штаб волонтеров, это все вот в этом направлении. Следующее, творческое наполнение мероприятия. Это режиссеры, сценаристы, артисты, художники, оформители, дизайнеры и так далее. То есть то, чем можно наполнить мероприятие. Это та невыправляемая группа людей, над которыми нужно все время следить и контролировать. Они занимаются над тем, как вкусно и интересно пройдет мероприятие. Как феерично оно запомнится, сколько эмоций получат зрители от этого мероприятия. А вот следующая группа, отвечающая за техническое обеспечение, она часто с зелеными конфликтует. Почему? Те напридумывают, говорят, мы хотим фейерверк. Технические службы, они просчитывают, говорят, это дорого. Можем, конечно, сделать это, реально, нереально уложимся мы в сроки. И следующая команда, ребят, это светорежиссеры, звукорежиссеры, рабочие сцены. Они прорабатывают и думают о том, как должно пройти мероприятие, чтобы все работало, чтобы все сверкало, чтобы все было изумительно сделано. И следующая группа, самая важная, как я считаю, при проведении мероприятия, потому что мы делаем не мероприятие, мы делаем событие, а событие, это значит, мы должны сделать широкую огласку о мероприятии. Это информационное освещение о том, как готовится мероприятие, о том, как прошло мероприятие. Вот этим занимаются у нас фотографы, видеооператоры, журналисты, пиарщики. Всевозможные технологии применяют для того, чтобы привлечь внимание к данной аудитории. На следующем сайте, вот примерно, мы можем посмотреть об этой команде работ. Я буду зачитывать, здесь плохо видно, презентацию вы почитаете более подробно, а здесь я хочу просто рассказать о том, какой функционал делать, и что делать, если у вас, например, не так много людей. Четыре человека вполне могут самостоятельно сесть и организовать любое мероприятие. Если вы делаете просто мероприятие, достаточно троих. Исполнительного директора, арт-директора и технического директора. И вы можете спокойно организовать мероприятие, его провести великолепно. Все будут счастливы от того, как вы здорово привели мероприятие. И вы спокойно, как говорят мои ученики, на расслабоне проведете мероприятие. Если же вы хотите провести событийные мероприятия, привлечь информацию, привлечь, сделать социально ориентированное мероприятие, то у вас должен быть человек, отдельный человек, который будет заниматься пиаром, информационным освещением мероприятий. И вот эта команда, которая будет за 6 месяцев собираться, обсуждать, проводить московой штурм и вырабатывать концепцию идеи самого мероприятия. Я вначале говорил, что я буду об этом подробно говорить, вот и начинаю более подробно говорить. Здесь вы должны понять и расставить вопросы, кто за что отвечает. Разделить только ответственность. То есть по-умному, сейчас по-умничаю немножко. Расставить компетенции между этими людьми. Кто за что отвечает. Например, исполнительный директор, он отвечает за штаб волонтеров. Он отвечает за все, за смету, он контролирует все финансирование мероприятий. Он отвечает за все, весь документ оборот. Он подписывает, подготавливает документы по соглашению, так и по возмездному оказанию услуг. Безвозмездно это с волонтерами, за штаб волонтеров. Безвозмездно это, если вы партером вам что-то поставляют. На основании чего вам, что вы даете вашему партнеру, спонсору, что он вам дает. Желательно дать документы, этим занимается исполнительный директор, у него есть команда. Либо у него есть еще один помощник. Очень хорошо, что есть у него помощник. Или несколько людей, когда четко есть распределение обязанностей по функционалу у каждого из них. Арт-директор, он занимается всем творческими вещами, он контролирует работу сценариста, режиссера, света. Вот здесь более подробно постараюсь, конечно, объяснить. То есть, например, любое мероприятие, оно строится на пяти органах чувств. И арт-директор, он всегда смотрит, терпится на то зрение, как будет выглядеть мероприятие. Он работает с дизайнером, он работает с видеомонтажером и с видеооператором. Они готовят ролики для мероприятия, они готовят афиши, они продумывают всю концепцию, как что будет, и утверждают, согласовывают этот вопрос в первоначальном этапе. Потом на оргсобрании, где четверо все собираются, они это все согласовывают между собой и принимают решение окончательно. Как будет выглядеть дизайн, как будет выглядеть художественное оформление данного мероприятия. Отдельно визуальную картинку мы обсудили. Сухуховая на 50% от мероприятия будет строиться от звукового наполнения. Отдельно должен быть звукорежиссер, который готовит к вам всю музыкальную наполнение мероприятия, собирает минуса от артистов, готовит подложки под ведущих. Если у вас яркое, неформальное мероприятие... А, вот я вижу вопросы, как в пиар-проекте. Я об этом уже говорил, как продавать спонсорские пакеты, но более подробно я к следующему вопросу, к следующему мероприятию уже буду отвечать на ваши вопросы. Вот я вижу, поступил вопрос по спонсорским пакетам. Буду рассказать детально. Я скажу на следующем мероприятии, как они готовятся. Поэтому вы формируете вопросы мне, а я уже подготовлю вам раздатку, чтобы у вас был шаблон, и вы уже по этому шаблону просто делали. Моя задача – вас познакомить с алгоритмом. Очень хорошо, что у вас ко мне есть вопросы. Вернусь к картинке, по которой я сейчас разговариваю. Итак, звук – это 50%. Какое будет наполнение? Арт-директор контролирует этот вопрос. Обязательно должен быть этот человек, который будет на мероприятии сидеть на звуке и отслеживать уровень звука или еще что-нибудь. Он знает все нюансы. Например, если выступает танцевальный коллектив, он выступает с точки, то есть он сначала вышел и потом включилась музыка, либо выходит из-за кулис. Здесь должен быть график репетиции. Вот арт-директор, он следит за графиком репетиции. Более подробно о репетиционном, о композиционном мероприятии я расскажу на следующем нашей встрече. Зрение, звук сказали, слух. А, завершаю уже. Да, завершаю. Вот. Также подумать о том, что вы будете есть, как вас будут встречать, вот все это думают у нас все пять органов чувств, арт-директор. Технический директор, он думает, он работает с подрядчиками по свету, по звуку и смотрит внимательно о том, чтобы было все хорошо, чтобы транспорт был вовремя. У него есть график транспорта, когда нужно откуда все забрать, привезти, чтобы было все повешено, развешено на мероприятии, чтобы все было подключено, работало. Это человек, который знает все тонкости технические. Сколько киловатт звука вам нужно для мероприятий, сколько электроэнергии для звука, сколько электроэнергии для света. Он умеет общаться с инженерами, тематику, он умеет работать, он имеет свою базу подрядчиков по этому направлению. Но информационное освещение – это тоже, может быть, своя команда пиарщиков, которые привлекают внимание. И еще они проводят, эта команда, свои социологические исследования. То есть это тот статистический опрос, который позволяет вам узнать, сколько людей придут на мероприятие, что они ожидают от мероприятия. Либо если вы не определились с идеей мероприятия, то вам можно провести сначала опрос, и опрос вам даст уже понимание, покажет картинку, как же нужно вам интересно провести мероприятие. То есть информационное освещение – это и реклама, и пиар, это внутренний, внутри большой компании, внутри вашей сети. Что значит сети? Если мы проводим, например, мероприятие, связанное с людьми малоподвижными, то мы проводим внутренний пиар, внутреннюю рекламу, то мы приглашаем к этому мероприятию и рекламируем это мероприятие среди всех НКО, связанных с малоподвижными людьми. Таким образом, мы задействуем аудиторию Шчины, а то бывает таким образом, что НКО проводит мероприятия, а другие организации, которые также работают с этими людьми, с этой целевой аудиторией, они об этом ничего не знают. Поэтому мероприятие и пиарщик, он думает работать в двух направлениях. Внутренний – это по данной отрасли, по которой он работает, и внешний, чтобы пригласить более широкую огласку. Миллионы, миллионы, миллионы. Поехали дальше. Организация работы. Здесь очень четко. Когда мы работаем команда, командой и несколько людей работают все вместе, то у нас получается такое разделение. Есть топ-менеджер, который принимает решение и ставит подпись под всеми документами. Есть менеджеры. Если вернусь я к следующему слайду, это исполнительный директор, арт-директор, технический директор, пиар-директор. Это все топ-менеджеры. Они принимают решение в рамках своей компетенции. А там могут быть старшие администраторы, например, глава штаба волонтеров. Это просто менеджеры, которые также принимают решение в контексте своего функционала. Есть топ-менеджер, исполнительный директор, есть просто менеджер, который также принимает решение и управляет процессами, более узкими процессами. Так вот, везде нужно быть, понимать четкая организация работы, четкая налаженная система взаимодействия друг с другом. Вот здесь она представлена из пяти этапов, от получения задачи до отчетности. Вот отчетность обязательно готовят топ-менеджеры. И есть такая классная фраза, хорош тот руководитель, который ничего не делает. То есть его задача руководить процессами и смотреть, как что выполняется. Зачастую это, конечно, тяжело это сделать. Но к этому лучше стремиться, чтобы нанимать либо людей, либо приглашать волонтеров, которые были исполнителями. Вот исполнители, они не делают отчетности, а делают отчетность только менеджеры и топ-менеджеры, которые управляют процессами, которые руководят командой. То есть у топ-менеджера есть команда менеджеров, у них есть функционал, и они делают свои отчеты. На основании этих отчетов, вот я вот про финишный этап говорю, топ-менеджер формирует уже свой отчет, как проработано его направление. То есть финансовые отчеты, делопроизводство и другие мероприятия. Семь правил организаторской работы вы прочитаете попозже. Разбор задания, я думаю, что вам он тоже будет понятен и увиден. Это просто почитать нужно и посмотреть. Это вот те подсказки, которые вы видите. В принципе, у меня все. Я старался быть лаконичным, времени очень мало, но я думаю, что наша первая встреча была всего лишь затравка для того, чтобы вы получили домашнее задание, с ним поработали и у вас появились вопросы. Я предлагаю, если у нас все-таки будет 9-15 мы, я хотел бы до 13-го получить ваши вопросы, чтобы подготовиться к мероприятию следующему и подготовить ответы на ваши вопросы по домашнему заданию. Что вам неясно, что вам ясно, какие есть у вас вопросы. И второе, вот по завершению, хотел бы сказать, то есть во следующей встрече я буду говорить опять о понравивнике, о спортсменском пакете, о концепции мероприятий, о экспозиции мероприятия, как оно строится, творческом и техническом наполнении и освещении мероприятий. Вот, все. Спасибо. 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 Почему этот нужен инструмент для того, чтобы когда вы давали интервью по мероприятию на данную проблематику, вы могли ясно донести до средств массовой информации, почему существует эта проблема, почему она нерешаема или решаема, почему через это мероприятие вы можете ее решить. Спасибо. Следующая задача это по управлению проектом. Нам нужно просто посмотреть и заполнить каждый этап управления проектом. Следующий. Свод анализ. Мы говорили, что у каждого, сегодня я говорил, что у каждого мероприятия есть свои сильные, слабые стороны, есть возможности, есть угрозы. Вот есть такой механизм, как называется свод анализ. По мероприятию вы заполняете вот такую таблицу из четырех квадратов и понимаете представление, какие у вас есть сильные, какие слабые стороны, какие есть угрозы для проведения вашего мероприятия. Это инструмент анализа вашего мероприятия очень помогает. Следующая. Разработка плана по вехам. Плана по вехам – это вам нужно прописать дедлайны, к какому времени что конкретно у вас будет проведено. Например, у вас соберется жюри, к такому-то время будет утверждено, у вас будет утвержден бюджет мероприятия. То есть конкретные вещи, желательно, чтобы их немного было, не больше десяти. Следующим заданием – разработать матрицу ответственности проекта. Здесь вы пишете, там есть таблица в виде примера, вы расписываете свою команду и расставляете, кто у вас отвечает за что, кто утверждает, кто консультирует, а кто информирует по каждому пункту, по каждому решению, которое вы нужно сделать. Например, утверждение сценарного плана. Я вам некоторые примеры в домашних заданиях сделал. Обещал вам дать некоторую информацию, она там есть вкратце в этом вордовском документе. Основные аспекты, они там есть. И основные подсказки вы должны будете заполнить, например, определить, кому и зачем нужно ваше мероприятие. И оценки эффективности. Вы должны, вот там тоже табличка, оценить, поставить оценку, исполнить последнее мероприятие, которое вы проводили, оценить и прокомментировать, почему эту оценку вы дали. Вот примерно вот такое домашнее задание из 8 задач, которые вам придется немножко поработать и решить. Я думаю, что это будет увлекательное закрепление материала, которое я сегодня старался, очень старался до вас донести. Я все. В 2014-м десятилетии Переименование Я, наверное, так... Может, вы озвучите какие-то вопросы? Я просто вот сейчас смотрю тут организационные, что вот таблица... Ну, я вижу только организационные вопросы, а по тегменту нету. Если есть вопросы, говорите. Сергей написал, что он вопросы подготовит, я отвечу потом. Спасибо. 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 Т. Спасибо вам. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, все, включаем. Так, все, отключаем.